И сейчас мне будет главный врач этой клиники рассказывать, что же мне подойдет. Вследствие этого, вот этот зуб точно уходит, а здесь стоит длинный промежуточек. И вот тут дело вступает в факт, что вот в этой ситуации имплантанты получше. Потому что один из отворных зубов это восьмерка, далеко расплавляющийся. А для того, чтобы сделать достаточно длинную конструкцию, она была более-менее жесткой. Чтобы мост не рухнет. Да, чтобы мост не рухнет, чтобы опор был достаточно, придется брать еще достаточно большое количество зубов для нас. Как вы понимаете, я не сторонник бы таких длительных мостов, длинных мостов. Маленькие, короткие, под привычки, да, ради бога. Зубы по отдельности. Природа создала зубы, каждый по отдельности. Зубы я не люблю. Вот импланты можно от мостов, а зубы нет. Поэтому в боковом отделе нижней челюсти, там где у нас уже так называемый концевой дизель. Что значит концевой? Значит, что после собственных зубов ничего нет. Опора особо не хочет. Вот здесь очень важно сделать имплантант. И как это можно сделать? Опять же, не надо пихать много. Это не имеет смысла. Есть негласное правило сейчас у современных подплантологов. Меньше титанов, больше собственных. Если даже, а если раньше отсутствие трех зубов, заставлял имплантанты, то сейчас мы не идем к этому. Мы ставим, вбиваем плантанты и делаем оставить диплантанты. Именно как раз потому, что имплантанты распространяют нагрузку. На самом деле, импланты очень хорошая вещь, придуманная в современной стоматологии. Даже не в современной стоматологии. Имплантам уже много лет. Да, профессор Бономарк придумал их давно. Но, опять же, мы к ним прибегаем только, когда действительно имплантант лучше, чем собственный оставшийся корень. Когда собственный корень может причинить больше вреда, чем пользу. Тогда мы его удаляем и заменяем его на имплантант. Имплант лучше, чем съемный протез. Но ни в коем случае он никогда не будет лучше собственного корня. А если собственный корень спасти, чем раньше вы придете, чем лучше вы полечите зуб, тем дольше он будет прожирать. И так будет лучше, потому что мы меньше травмируем костную структуру, и она лучше и быстрее восстановится. На двух имплантах. Поэтому мозг. Ну, верхнюю челюсть мне вроде бы не нужно. В верхнюю челюсть, там у нас остались опорные зубы, поэтому мы можем. На верхней челюсти мы тоже можем поставить имплантанты, сделав определенную пластику, разделив зубы. Это тоже имеет мысль. Но, так как у нас достаточно большое количество опор, и ваша основная, скажем, ваш посыл в том, чтобы нам надо исправить прикусы, это эстетику, да? Ну и фанетику, так сказать. То есть, соответственно, мы можем себе позволить, за счет опорных зубов, боковых особенно, ну, крайних, да? Можно себе позволить обойтись. Без плантов. Внизу, вот с правой стороны, скорее всего, мы себе это не можем позволить. Нам придется либо делать что-то съемное, чего мы категорически не любят, да? Что-либо... А вот скажите, пожалуйста, я вас перебил. Съемные и несъемные. Есть какие-то вот такие вещи противопоказательные? Есть, конечно. Во-первых, есть фраза, которой я всегда дорожу. Профессор Брандемар, который придумал имплантант. Он сказал, никто не должен убирать со съемной челюстью. С челюстью на полу. Это вот золотая фраза, по которой он придумал имплантанты. Почему съемная челюсть плоха? Да, в ситуации. Так как у нас отсутствуют зубы, а нам нужно как-то жевать. Мы берем за опору первое оставшиеся зубы, то есть перераспределяем на них часть нагрузки той, которую должны нести жевательно. И очень часто это передний отдел, который к этому не приспособлен. Второй момент, это то, что съемный процесс опирается на тело челюсти и на десну, на муше. Соответственно, постоянное отношение приводит к так называемому резонсу. Ну или уголек, поздно-хагивая. То есть он самодесна, а потом проседает. А тут будут как-то запоры. А тут опоры, на которые мы ставим. То есть постепенно-постепенно, вот не зря говорят, очень часто приходят, допустим, пожилые люди, которые делали там, условно, герасионные протезы, много-много лет назад, переделывали, и все время было хорошо. И вот на последних у них появляются проблемы. Они уже не в одной клинике были, там приходят, например, в четвертую клинику. Хоть я там сделала, не пошло. А вот там, условно говоря, 40 лет назад мне сделал, мужчина в герасионной больнике, а вообще шикарно, я просто не... Почему это происходит? Потому что со временем седло, опора протеза, и вот этим взрослым людям стоит, наверное, все же имплантанты, потому что Десна уже не будет держать. Да, абсолютно верно. Десна, ни кость не держит. Дело в том, что имплантация была изначально придумана для возрастных людей. Она не была придумана для молодых людей. То есть она была... Скажем, прошла эволюция, когда это стало применяться для всех протестов. Но изначально имплантанты имели функцию, поэтому возрастным людям не надо бояться имплантантам. Нет, нет никаких ограничений. Наоборот, им лучше. Скажем так, да. Возрастным людям очень важно. Почему? Потому что постоянно менять протезы для них тоже сложно. Это сложно с психологической, с финансовой точки зрения и для состояния здоровья. Это плохо, когда ты постоянно меняешь. Любой съемный протез сейчас считается временным. Он короткое время эксплуатации. Конечно, он считается временным. То есть вот ему изначально сейчас дают время и протез. То есть он должен быть использован только на период, пока нет основного. А основным в этой ситуации является имплантанты. И поэтому, как говорится, лучше сразу заплатить и подольше. Конечно. Возьмите эту сумму и разделите ее на 25 условных лет, которые должны слушать имплантанты. Минимал. Вообще они должны слушать пожизненно, просто пока нет таких там. Ни у кого. Не, ну важно пожизненно, чтобы и жизнь была подлиннее. Конечно, да. То есть я всегда говорю своим пациентам, давать, ну их надо менять, условно говоря, верхнюю часть на имплантантах. Упланты остаются, верхняя часть меняется. Раз там в 15-20 лет, условно. Я им говорю всегда, я желаю вам пожить столько, чтобы мне раза три еще приходилось менять вашу протез. Чтобы вы приходили к нам вещество в какое-то время. То есть вот это, менять это в 15-20 лет. Да, то есть верхнюю часть, она придется менять. Она будет, скажем так, появятся сколы какие-то. Ну да. Да, за счет нашеи. То есть эта конструкция не стоит на полочке где-то в ростальной вазе. Нет. Она будет работать в полости рта и будет работать с жесткими жевательными мышцами, которые с возрастом становятся все сильнее, все сильнее. Она будет испытывать все прелести, которые есть в полости рта. И поэтому с какое-то время она придет к негодности. Ее надо будет. Ну какое-то время, если съемные там 7-8 лет, а это... Съемные даже не 7-8. Я рекомендую менять съемные раз в три года. Если уж... Вот нельзя по ходе причине например поставить имплантант, нет возможности поставить, да, там состояние здоровья, финансово, не важно что. Лучше меняйте раз в три года. Потому что чем чаще вы меняете съемный протез, тем лучше он прилегает. Даже банальная перевозировка, на которую все спорются, она не решает полностью все правы. Все равно седловина, седл, оно меняется. Его надо менять. Поэтому нам нужно жить долго, и тщательно пережевывать пищу, поэтому будем жить дольше. Возьмите миндаль, попробуйте пережевать пищу. Если вы полноценно можете полностью его пережевать, и не проглотить раньше времени, значит, у вас правильно все в поле. Хорошо, значит, будем стараться, и самое главное, мне, кроме того, чтобы мне дать жевать, мясо откусывать, мне еще важно говорить. Сейчас, видите, я говорю как шепелявлю, а диктиль не пропадет, вернется. Да, вы должны будете работать с техником. Здесь очень важна работа в комплексе, не только один архопедик. В отличие техник, техник очень важен в этой ситуации, мне кажется, даже более важен в этой ситуации, чем в архопедике. Почему? Потому что человек, который будет технически выполнять эти зубы, должен четко понимать всю анатомию. Как это должно стоять, какие должны быть, скажем так, ямочки слепые, насколько сильно выгнуты должны быть зубы, чтобы при ударе языка, а многие у нас звуки издаются в нашем языке, в русском языке, очень многие звуки, они работают не только за счет неба, но и за счет перехода неба в зубы. То есть по этой кромке. И удар часто идет по этому. И вот от анатомии внутренней поверхности зубов во многом зависит от этого произношения.